Всем привет, меня зовут Карина и сегодня мы с вами будем делать PocketRacer 1.1.3.5. Для этого открываем наш учебник и скачиваем ПК-файлик, а также инструкцию к нему. Чтобы скачать инструкцию, переходим по ссылке и нажимаем кнопочку «Скачать» и сохраняем нужную вам папку. И потом она автоматически откроется в Adobe Acrobat Reader, как у меня. А мы открываем ПК-файлик и ждем, пока он загрузится. Это занимает буквально несколько секунд, он сейчас откроется. И когда он откроется, нам нужно будет указать наше имя, электронную почту, email и так дальше, что я как раз и делаю. И дополнительная информация, чаще всего это группа. И нажимаем кнопочку «Ок» и подтверждаем. Наше задание уже перезагрузилось. Мы можем открыть инструкцию и с помощью кнопочки «Топ» закрепить ее, чтобы она никуда не пряталась. И нам было удобнее с ней работать. Вот у нас есть большая таблица адресации. И нам нужно будет настроить IPv4 и проверить подключение, а также IPv6. Думаю, мы можем сразу приступать. Нужно настроить IPv4 адреса маршеризатору R1 и устройство в локальной сети. Начинаем с R1. Открываем его. Командная строка. Enter. Нас спрашивает пароль. Чтобы узнать наш пароль, нужно посмотреть примечание. Здесь пароль обычного режима пользовательского CISCO, а режима XS — класс. Вводим команду, не команду, а пароль, CISCO. Мы попали в режим XS. Вводим команду CONVT. Ой, вводим команду enable, простите. Нас спрашивают еще один пароль. Это уже класс. Вот здесь уже вводим CONVT. И мы попали в режим конфигурации. И здесь мы уже можем настраивать наши IP-адреса. По таблице адресации мы можем увидеть, что у R1 у нас есть три интерфейса. Раз, два и три. Начнем настраивать с первого. Интерфейс. Gigabit Internet. Ноль, слэш, ноль. Энтер. IP-адрес. И указан IP-адрес нашего интерфейса. Можете переписать, можете просто скопировать, как я. Главное, чтобы все было правильно, без ошибок. Энтер. И активируем наш интерфейс с помощью команды noShutdown. Готово. Exit. Переходим к следующему интерфейсу. Gigabit Internet 0.1. Чи, ноль, слэш, один. Ой. Я взяла ошибку в команде. Интерфейс. Gigabit Internet 0.1. Готово. IP-адрес. И указываем наш IP-адрес. 172. 16. 20. 129. И маска по сети 255-255-255-128. Энтер. Также noShutdown. Готово. И exit. Все. Смотрим дальше. Нам нужно... Где-где-где? Настроить с помощью таблицы пересадки. Да. Теперь нужно настроить IP-адреса для узлов PC1 и PC2. Для этого открываем PC1. Desktop. IP Configuration. И указать IP-адрес. У PC1 это... Вот он. 172. 16. 20. 10. Маска по сети это... 255-255-255-128. И... Также шлюз по умолчанию... 172. 16. 21. Указали. Закрываем. Так. Двигаемся дальше. PC2. Desktop. IP-конфигурация. IP-24 адрес. Копируем. Записали. Маска по сети... 255-255-255-128. И шлюз по умолчанию... 172. 16. 20. 129. И закрываем. Готово. Смотрим, что нам нужно дальше. Компьютер PC1 и PC2 с помощью утилиты Ping должны успешно проверять связь между сервером с двойным стеком. Для этого изначально нам нужно настроить сам IPv6. Для этого открываем наш... Что? R2. Командная строка. Пароль Cisco. Enable. Class. Далее вводим... Conf. T. Далее нужно ввести команду для поддержки IPv6. IPv6. Unicast routing. Enter. И теперь нам нужно настроить наш IPv6 для R2. Для этого вводим команду interface и указываем сам интерфейс. У R2 у нас есть gigabit internet 0.0, gigabit internet 0.1. И также serial 0.0 и linklock. Копируем гигабит интернет 0.1. Ой, 0.0. Указываем его. Enter. О, я не это делаю. Интерфейс. Указываем сам интерфейс. Чей 0.0. IP-адрес. И здесь указываем сам IP-адрес. IPv6. Адрес. Paste. Готово. Активируем интерфейс. No shutdown. Готово. Exit. Интерфейс. Габит интернет 0.1. IPv6. Адрес. Указываем в IPv6 адрес для интерфейса. Enter. Exit. Ой, мы забыли активировать интерфейс. Возвращаемся назад. Интерфейс. G01. No shutdown. Shutdown. Готово. Смотрим, что нам нужно дальше. Нам осталось настроить IP-адреса для PC3 и PC4. Для этого открываем первое устройство. Desktop. Командная, ой, IP-конфигурация. Находим наш PC3. И копируем IPv6 адрес. Без маски под сети. Без префикс. И префикс указываем вручную 64. LinkLocal адрес у нас указан. И нужно указать слез по умолчанию. Вот он. Закрываем. Открываем PC4. Desktop. IP-конфигурация. Здесь слез 64. Указываем сразу шлюст по умолчанию. И копируем IPv6 адрес. Копировали. Записали. И закрываем наш. Готово. Мы настроили все устройства. Вот эту часть топологии мы настроили под IPv4. А вот эту часть под IPv6. Нажимаем кнопку Check Results. Assessment Items. И смотрим. У нас все-все-все настроены правильно. Думаю, у вас тоже все получилось. А на этом все. И всем пока. Продолжение следует.